Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не бойтесь Аллаха, который сотворил вас и сотворил из вас пару и умножил и размножил из них много мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите. Поистине Аллах ведает то, что вы совершаете. А те, которые уверовали. Аллах Субханаху Ата'аля, Кур'ан сделал свидетелем, либо же за человека, либо против человека. Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля отправил пророков и посланников, и посланников, которые будут свидетелями за человека, либо же против человека. Деяния человека, которые он прочтет в своих писаниях, в книгах, которые записываются, они будут свидетельством за него, либо же против него. Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля часто упоминает этот мир в Кур'ане как временный. И часто Аллах Субханаху Ата'аля упоминает, что этот мир отвлекает человека. Но наряду с этим Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля предупреждает верующих, морально готовя их к тому, что ожидает их завтра. Если мы обратим внимание на аяты Кур'ана, то мы увидим, что Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля не один раз ограничился, рассказав нам о рае, рассказав нам о огне, рассказав нам о расчете, рассказав нам о жизни в могиле и тому подобное. Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля не ограничился это одним текстом или одним аятом. Если мы пообратим внимание на последние дюзы Кур'ана, то в каждой суре Всевышний Аллах упоминает судный день и упоминает события, которые будут происходить в судный день. Эти события настолько ужасают размышляющего, что в хадисе, который передает Аиша, она говорит, когда были неспосланы последние дюзы из Кур'ана, то она заметила у посланника Аллаха шесть новых седин на голове. Это говорит о том, что размышляющий и задумывающийся о будущем заставляет его все чаще и чаще возвращаться к Аллаху субханаху ва-та'аля. Расчет неизбежен. Всевышний Аллах субханаху ва-та'аля в первой суре в Кур'ане говорит, Малики Яумидди, царю в день воздаяния, вся хвала, Аллаху субханаху ва-та'аля, который будет царем в день воздаяния, который будет вершить этот суд. Аллах субханаху ва-та'аля назвал его днем воздаяния, потому что это одно из названий судного дня. В самом начале Кур'ана Всевышний Аллах субханаху ва-та'аля обращает твое внимание, о мусульманин, к тому, что ждет тебя завтра. И на протяжении всего Кур'ана ты можешь встречать много напоминаний Аллаха тебе, что ты вернешься к Нему, что тебя ждет травоздаяние, ждет день расчета. Почему Аллах так часто напоминает об этом? Чтобы ты не забывался. Потому что все, что в этом мире, оно дает человеку забыться и не готовиться к будущей жизни. Но сегодня хотелось бы немного остановиться и вспомнить о том, что ждет нас завтра. Обратив внимание на слова посланника Аллаха субханаху ва-та'аля и салям и на слова Всевышнего Аллаха. Который часто заставляет человека посмотреть на свою личную жизнь, на принципы своей жизни, на ценности своей жизни совсем под другим углом. Совсем по-другому. И поэтому Всевышний Аллах субханаху ва-та'аля напоминает о дне расчета, о судном дне, а именно о расчете, а именно о положении, в котором окажется человек в судный день, упоминает его часто в Кур'ане. Настолько часто, что забыться часто читающему Кур'ан невозможно. Аллах субханаху ва-та'аля говорит в Кур'ане, Аллах говорит к нам их возвращение, и нам надлежит вести над ними расчет. Расчет за деяние человека, которое он совершал в этом мире. Но что такое расчет на самом деле, поясняет суна посланник Аллаха салаллаху алейхи ва салям. Люди в судный день поделятся в основном на две категории. Категория, которая ужаснется от того, что она увидит из своих деяний. Это люди неверующие. Они ужаснутся, почему? Потому что увидят, что нет у них надежды. Нет никакой абсолютно надежды, которая бы могла быть у них, чтобы избежать наказания Всевышнего Аллаха. Это лицемеры, это неверующие. Другая категория людей, которые увидят свои деяния, и у них будет огромная надежда. Либо люди, которые посчитают, что у них нет надежды, но Аллах даст им на эту надежду. Это люди верующие. Это единобожники, это мусульмане. Из них будет категория людей, которые войдут в рай без расчета. И как об этом говорится в хадисе, это 70 тысяч людей. 70 тысяч верующих, которые войдут в рай без расчета. Это те, которые не просили, чтобы им делали заклинания. Это те, которые не были суеверными. Это те, которые не просили прижигания. Вера и иман, которых было очень крепко и сильно. Что даже в вопросах дозволенного для них, в вещах, они оставляли это дозволенно и уповали на Всевышнего Аллаха. Что же Аллах, субханаху ата'аля, говорит нам о наших писаниях, о наших книгах, которые мы получим в судный день. Allah субханаху ата'аля, говорит. Субханаху ата'аля, говорит. Тот же, кому будет дарова написание его книга деяний, в правую руку. То его расчет будет легким. И он вернется к своей семье радостным. Но тот же, кто получит книгу своих деяний. Из-за спины. Левой рукой и из-за спины. То этот человек ужаснется от того, что он увидит в ней, в этой книге. И он будет сожжен в пламени ада. Аллах, субханаху ата'аля, когда не спасал эти аяты. И когда посланник Аллаха, саляллаху алейхи васселям, сказал после этого, что каждый, который, над кем Аллах, субханаху ата'аля, в судный день будет вести расчет, то этот человек погибнет. Каждый, кто будет оправдываться за свое деяние, то этот человек из тех, которые погибнет. И когда Аиша сказала у посланника Аллаха, а ведь разве Аллах не сказал в Кур'ане? И для них будет легкий расчет. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи васселям, сказал, это не расчет, это не хисап, это арт. Арт означает, что Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, покажет каждому человеку книгу его деяний. И человек будет молчать. Он видит в этой книге и благое, и дурное. Но Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, по своей милости простит ему его дурное. И молча введет его в рай. Но тот, кому Аллах, субханаху ата'аля, с кем Аллах будет вести расчет и спрашивает с каждого человека, то посланник Аллаха, саляллаху асселям, сказал, то этот человек погибнет. Потому что ни одно деяние человека, ни его слова, ни его высказывания, ни его поступок не останутся без расчета. Аллах, субханаху ата'аля, говори в Куранаху. Субханаху ата'аля, говори в Куранаху ата'аля, представлена его книга. У каждого человека к нему, к его шее, представлена книга, которая откроется и будет раскрыта перед ним в судный день. И ему будет сказано, читай свою книгу, читай свое писание. То есть, читай свои записи, записи своих деяний. И достаточно сегодня судьи самого себя, тебе, самого себя. Это говорит о том, что человек является и будет являться в судный день тем, который будет доволен судом Всевышнего Аллаха. человек не сможет сказать в судный день, о Аллах, ты наказал меня несправедливо. О Аллах, я нашел в этой книге деяния, которые я не совершал. Человек не сможет этого сказать. А все, что он будет читать, оно будет действительным. И это то, что он на самом деле совершал. И его, как судить для себя, будет достаточно. Он будет уже склонен к тому, что написано в этой книге. И он увидит, что на самом деле суд и то решение, которое по нему вынесет Аллах, субханаху ата'аля, он будет справедливым. Аллах, субханаху ата'аля, также говорит в Кур'ане, «Свханаху ата'аля, говорит, и вот будет положена книга, и ты увидишь нечестивцев, увидишь грешных, огорченных тому, что увидят в ней. И они скажут, о горе нам! Эта книга абсолютно собрала все и большое, и великое, и малое. И ничто не скрыто, и ничто не скрыто из деяний. И они найдут и увидят все, что они совершали из своих поступков. И Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, не является тем, кто относится несправедливо. Не относится, Аллах не является тем, кто несправедлив к своим рабам, а те, которые уверовали. Эти аяты мы часто читаем в Коране. Но как часто иногда порой мы задумываемся об этом, потому что наше деяние для нас сегодня является доказательством этого для каждого из верующих. И его сегодняшнее деяние является доказательством, насколько он проникся этими аятами. Если сегодня ты позволяешь себе кого-то оскорбить, кого-то ударить, совершить грех, обмануть, не выполнить договор, забрать не по праву, убить не по праву, если сегодня ты позволяешь себе это, значит, душа твоя не готова к завтрашнему дню. Потому что завтра день, день расчета, как об этом сказал Амар Махаттаб, рада Аллаху Али. Сегодня день, в котором есть деяние, но нет расчета. Завтра же будет день, в котором будет расчет, но не будет поступков и деяний. Вот те, которые уверовали. Если каждый из верующих будет проникать этими аятами и готовиться к тому, что ждет его завтра, что слово, которое он сказал, он за него ответит перед Аллахом, деяние и поступок, которые он совершил, его ждет ответ завтра перед Аллахом. и он это будет реально ощущать в своем сердце, то много, много, много из дурных деяний он оставит уже сегодня. И лулем, и несправедливость, причиненная им, кому-либо из рабов Аллаха, заставит его попросить прощения сегодня, пока не наступило завтра. И поэтому, о те, которые уверовали, готовьтесь к этому дню не устами, а готовьтесь к этому дню поступками. Я прошу Аллаха, Субханахуа Та'ала, чтобы он просил нам наши грехи, как явные, так и скрытые. Просите у Аллаха прощения, это прощающие, милосердие. Человек такое творение, которое любит всегда оставлять все на завтра и любит находить в себе оправдание. Он думает часто, что поступок, которое он совершит сегодня, за него не будет расчета и ему не перед кем отвечать. Сегодня человек может открыто говорить, меня никто не может судить, кроме Аллаха. Я не боюсь никого, кроме Аллаха. Человек может находить себе оправдание в этом мире, потому что нет наказания в этом мире для него. А наказание будет настоящим для него в будущей жизни. И часто он любит оставлять это на потом, на судный день. Совет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не оставлять на судный день. Ничего не оставлять на судный день, а решать все в этом мире. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передает Абу Хурейра, ради Аллаха Ани, тот, у кого есть какая-либо обида, либо несправедливость, которую он совершил по отношению к кому-то, то пусть просит халаля в этом мире, то пусть просит прощения у него в этом мире до наступления судного дня. До наступления того дня, когда не будет ни Динара, ни Диргама, и когда деяния человека, и тогда, когда деяния, благие деяния человека будут отняны от него, ровно, ровно тому, ровно той его несправедливости, которую он совершил. Если же у него не будет благого деяния, которое он отдаст, то он заберет ровно столько же грехов, сколько заслуживает его несправедливые поступки, его несправедливое деяние. посланник Аллаха салаллаху алейху салям говорит, если у кого-то остался грех, обида, который он причинил, чтобы он не оставлял его на судный день, а просил прощения уже за этот грех в этом мире, потому что завтра не будет ни Динара, ни Дирхема, не будет завтра откупа, а завтра откуп будет для человека его благими деяниями. Посланник Аллаха салаллаху алейху салям сказал, муфлис судный день, банкрот судный день, это тот, который придет всеми своими благими деяниями, молитвой, постом, садака. но оказывается он оскорбил того, обидел того, ударил того, и с каждым будет, с каждым будет откупаться. Если у него благие деяния закончатся, то он будет забирать их грехи на себя. Вот те, которые уверовали, день расчета это не шутка, это не шутка, на которой можно оставлять на завтра что-то. Если ты согрешил, то сегодня раскайся. Если ты взял на себя обязательства, сегодня исполняй их. Если ты нарушил чьи-либо права, то сегодня же верни их. И не важно, кто бы это ни был. Обратите внимание, не важно, кто бы это ни был, это твой ребенок, это твоя супруга, это твои родители, это твои соседи, либо же это в общем мусульмане и в общем люди. Вулем несправедливость Аллах запретил самому себе и сделал ее запретным для верующих. И поэтому не думай, что ты сегодня сделал и скрыл от людей, и люди не узнали об этом, что ты сможешь это скрыть в судный день. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи и саллим в хадисе, который передает Абдулла Абдул-Мас'уд радия Аллаху он сказал, посланник Аллаха саллиллаху алейхи и саллим сказал, первое, за что будет человек отвечать в судный день, имеется ввиду исправ людей, это за кровь, это за убийство не по праву, потому что грех, убийство не по праву является самым, самым величайшим. Вот те, которые уверовали, Аллах субханаху ата'аля не наказывает человека без свидетелей, так как в этом мире принято выносить решение на основании свидетельства, так же и в судный день Всевышний Аллах человека не накажет без свидетелей. Всевышний Аллах субханаху ата'аля говорит в Коране Мы сделали вас умы, которые держатся прямой середины. Для того, чтобы вы были свидетелями против людей. сегодня все, кто тебя окружают, они будут свидетельствовать против тебя в судный день. Аллах их приведет свидетелями против тебя, против твоих грехов, против твоих нарушений прав относительно людей, относительно Аллаха субханаху ата'аля. И даже Всевышний Аллах заставит говорить органы и кожу человека. Те, которые не могут говорить, Аллах заставит их говорить. И поэтому сегодня, когда человек строит пустые надежды о том, что сегодня он согрешил, обидел кого-то, оскорбил кого-то, что это ему забудется. Клянусь Аллахом, это не забудется. И поэтому посланник Аллаха повелевал и побуждал, чтобы сегодня решали вопросы и не оставляли на завтрашний день, на день расчета. Но день расчета неизбежен. Готов ли ты к нему? Спроси себя сам. И если твой ответ для тебя будет нет, я еще не успел, тогда не оставляй на завтра. Аллах много приводит примеров, за что человек будет нести расчет. И один важный, самый важный расчет, это за его язык, за его слух, за его зрение. Аллах говорит, не следуй за тем, в чем нету тебе знаний, поистине слух, зрение, и уста человек будет спрошен за них. Также Аллах говорит, Аллах говорит, Аллах говорит, выполняйте ваши договора, поистине за договора вы будете спрошены. Подобных аятов много. Когда Всевышний Аллах говорит, вы будете спрошены, верующее сердце впадает в страх и в трепет. Но Аллах эти аяты не спасал устрашающий также для черствого сердца. Есть сердца, которых не берет мягкость, есть сердца, которых не берет радость о райе, их берет только устрашение, устрашение огнем, устрашение гневом Аллаха и его наказанием. И поэтому книга Аллаха является светом для верующего. Часто читайте эту книгу и размышляйте о ней. Не должен проходить и день верующего, если он не прочтет несколько аятов из Кур'ана. Не должен проходить ни один день, в котором бы он не прочитал хотя бы один аят из Кур'ана, о те, которые веровали. Этот день не избежать. День воздаяния и дня расчета не избежать. Он будет обязательно. Но готовы ли мы к нему, мы должны ответить сами на него. Я прошу Аллаха субханах чтобы он сделал наш расчет легким и вел нас в рай без расчета. Я прошу Аллаха чтобы он просил наши грехи как явные так и скрытые. Очистил наши сердца от черствости и грехов. Я прошу Аллаха простить верующим и мужчинам и женщинам живым и мертвым.